Неоднократно повторяясь, скажу, что мы действительно приоритетом своей деятельности ставим здоровье и жизнь людей. Заседание Оперштаба началось сегодня утром. Основные темы, которые прозвучали, это текущая ситуация по распространению COVID-19, готовность медицинских учреждений и персонала к продолжению борьбы с вирусом и очередные послабления в ограничительных мерах, действующих на территории края. Доложив о текущей ситуации по распространению коронавируса в крае, главный санитарный врач региона Виталий Костырев назвал главную причину заражения COVID-19. На основании анализа опросных листов установлено, что одним из наиболее значимых факторов риска инфицирования является посещение объектов с массовым нахождением людей при одновременном несоблюдении масочного режима и режима дистанцирования. Наряду с распространением коронавируса в крае наблюдается и рост заражения ОРВИ и больных пневмонией. В связи с этим необходимо решить ряд актуальных вопросов. Первое. Готовность медицинского персонала к ситуации ОРВИ и пневмония плюс ковид, а именно количество медицинского персонала. Я неоднократно говорил, что я против совместительства, но в данном случае, наверное, врачей не хватит на все. Наверное, не хватит. И тут надо будет рассматривать какие-либо средства индивидуальной защиты и так далее. И обученность в головах у врачей должно быть, что все три заболевания, которые я называл, это инфекционные заболевания. Это не соматические, это инфекционные заболевания. Кроме того, все медицинские организации должны быть готовы начать прививочную кампанию от гриппа на следующий день после получения вакцины. В каждой поликлинике должен быть сформирован запас пневмококовой вакцины, ставить которую лучше вместе с антигриппозной. В образовательных и социальных учреждениях необходимо следить за своевременным включением отопления. Следующим докладчиком выступила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Она рассказала о заполненности коечного фонда. На сегодня он составляет 52%. О подготовке массовой прививочной кампании от гриппа, в ходе которой рассматривается вариант вакцинирования граждан в торговых центрах крупных городов Прикамья. Для этого будет использовано 7 передвижных фельдшерских центров здоровья. Это возможно действительно проводить там вакцинацию. И при необходимости, при наличии площадей мы готовы это сделать, в том числе и в самом торговом центре. Также ушло обращение ко всем предприятиям крупным для того, чтобы активно сотрудничали с поликлиниками, которые в зоне обслуживания которых они находятся, для того, чтобы активно провести вакцинацию работающего населения непосредственно на здравпункте. Давайте мы тоже коротко этот вопрос обозначим, поскольку главы должны организационно нам помочь по местам вакцинации. Мы им должны это все разъяснить. Мы должны четко людям рассказать, в каких точках, в каких местах будет проводиться вакцинация. Далее речь шла о снятии некоторых ограничений, которые действовали в крае в связи с недопущением распространения коронавируса. Об этих послаблениях мы расскажем чуть позже в нашей рубрике «Новости коротко». Елена Силакова, Андрей Фадеев. Новости Верхниками. 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 Новости Верх